Девайс 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 Привет С вами... Кстати, кто я? Гаджет, чё ты гонишь? Кончай придуриваться! Гаджет? Это у меня такое странное имя, что ли? Слушай, завязывай, ещё не про один девайс не рассказали, а ты уже комедию ломаешь А ты кто? Я? Брэд Питт я! И что вы, ты, товарищ Брэд Питт, на стремянке сидишь зачем? Хм, похоже на амнезию. Ты что, правда не помнишь меня? Нет, я, честно говоря, и себя с трудом помню Ну дела Значит так, тебя зовут Гаджет, а я твой начальник А-а-а! Понятно, мистер Брэд Питт? Что-то заболтался я с подчинёнными, пора за работу приниматься Давайте Самсунг GTS8300 Корейские изготовители телефонов много лет соперничают, пытаясь перещеголять друг друга в количестве мегапикселов, толщине корпуса, разрешении экрана и так далее Стоило LG выкатить сверхтонкий телефон с 5 мегапиксельной камерой, как и Самсунг представила свою модель с уже 8 мегапиксельной камерой Встречаем, Самсунг GTS8300 Сборка первое, что страдает в этом телефоне Внешний аппарат очень эффектен Тонкий, толщина 12,7 мм Плавные обводы, окантовка из металла устойчивого к царапинам Но при этом пластик задней панели сделан из дешевейшего материала, который уже даже в игрушечных телефонах не используют Видимо, все усилия ушли на 8 мегапиксельную камеру Максимальное разрешение снимка 3264 на 2448 Есть оптический зум, светодиодная вспышка-подсветка, автофокус Но зачем это нужно в таком телефоне? Непонятно Главная фишка, сразу же привлекающая к себе внимание, непривычно крупный для слайдера дисплей 2,8 дюйма с разрешением 240 на 400 Крупный экран понадобился прежде всего для того, чтобы разместить все спецэффекты фирменной системы сенсорного управления TouchWiz Правда, в этом компоненте корейская компания до того же LG не дотянула Меню тормозное, да и не очень удобное В аппарате имеется 75 мег собственной памяти и гнездо для карточек microSD, Bluetooth и FM-радио Особо тут добавить нечего, телефон как телефон Единственное, что не типично для аппаратов этого класса, встроенный GPS-приемник, который превращает аппарат в карманный навигатор Слабое место аппарата – аккумулятор, 880 мА в час – это смешно При хоть сколько-нибудь активной работе телефон надо заряжать ежедневно, а то может и на день не хватить Подведем итог Аппарат достаточно странный, выглядит красиво, есть аж 8-мегапиксельная камера и анимированное трехмерное меню Но при этом с кучей недостатков Меню тормозит, с батареей Samsung тоже здорово прокололся Ну а зачем на борту аппарата такая камера – все вопросы к инженерам Samsung Может быть они так хотели заставить народ покупать расширенный вакуум? Не знаем Но отдавать за девайс 17,5 тысяч рублей как-то не хочется Гаджет Гаджет Да, босс? Ты почему полы до сих пор не помыл? Как это? Так я это… В смысле? В смысле? Ты же полотер Да? Правда? А какой смысл Брэду Питту тебя обманывать? Действительно, зачем Брэду Питту меня обманывать? Какой ты бил, а? Сони Вайо Пи Сони Вайо Пи Уважаемая компания Сони Слово «нетбук» недолюбливает И их можно понять Новый мобильный компьютер Сони Вайо серии Пи Роднит с нетбуками не так уж много Это габариты, масса, да использованная платформа Intel Atom Во всем же остальном Пи – прирожденный аристократ Аппарат модный, красивый, глянцевый Причем глянцевый со всех сторон Экран достаточно небольшой, всего 8 дюймов Но зато широкоформатный, с разрешением 1600 на 768 точек Он выполнен по фирменной технологии X-Black Со светодиодной подсветкой Точно такой же, как и во всех ноутбуках Сони других серий Сони Вайо Пи оснащается либо HDD диском на 60 гигабайт Либо твердотельным SSD диском на 64 гигабайта Начинка – процессор Intel Atom Z520 С частотой 1,33 ГГц 2 гигабайта ОЗУ Графический адаптер интегрированный В наличии также имеется Bluetooth версии 2.1 И адаптер сетей в LAN Способный оперировать данными Со скоростью более 7 Мбит в секунду Аппарат способен работать в сетях Edge и GPRS Разумеется, есть встроенная веб-камера Куда ж без нее И пара простейших динамиков По разъемам тоже все в порядке Ноутбук имеет раздельные гнезда Для карт памяти SD и Memory Stick Имеются также два порта USB Поскольку корпус Сони Вайо Пи Оказался чрезмерно изящным Для таких грубых разъемов, как Gigabit Ethernet и VGA Эти два порта реализованы Посредством небольшой внешней коробочки Клавиатура хоть и не полноразмерная Однако все клавиши расположены На заметном расстоянии друг от друга Ход клавиш совсем небольшой Но с уверенным откликом Привычный тачпад заменен джойстиком Который обладает еще и функциональностью Левой кнопки мыши Можно с легкой душой сказать Что Сони Вайо Пи Идеальный компьютер для журналиста Бизнесмена или путешественника Однако цена в районе 35 тысяч Достаточно кусачая Да к тому же на этой малютке и стоит Виста Что явно не добавляет ей баллов Все Товарищ Брэд Кит я все вывал Молодец Цветы палил? Конечно А сейчас настало время нашей традиционной рубрики СТГ Самым тупым гаджетом на этой неделе признается Интересно Инспектор гаджет И он однозначно получает свои 10 баллов Ого-го-го Товарищ Брэд Кит, вы видели меня только что по телику показывали? Иди выноси мусор А мне пора продолжать обзоры Ого, точно мусор, мусор! Сплитфиш Фраг Эйфикс Многие геймеры, которые ну никак не хотят слезать с PC и переходить на консоли Одним из аргументов предъявляют то, что на консолях невозможно играть в шутеры Это, конечно же, уже давно не правда Но для особо упертых компания Сплитфиш решила выпустить специальный игровой контроллер Фраг Эйфикс Что из себя представляет эта штуковина? Это гибрид из дуал шока, вимоута и обычной оптической мыши с ковриком Главное, что хочется отметить, так это дизайн Конструкторам великолепно удалось перенести кнопки от оригинального джойстика Привычные левая и правая клавиши мыши теперь несут функцию шифтов R1 и R2 Вместо колеса прокрутки кнопка Start Крестик, кружочек, квадрат и треугольник Все находится с правого боку мыши и их очень удобно нажимать большим пальцем Единственный просчет – устройство можно использовать только праворуким игрокам Также, помимо мыши, в комплект идет устройство, сильно смахивающее на один из джойстиков Nunchuck от V Он в основном используется для передвижения персонажей в игре На это устройство были перенесены кнопки L1 и L2 Также на нем есть Select и PS-кнопка для выхода в меню Туда же встроен гироскоп Также из удобных фич отметим колесико настройки чувствительности мыши Единственный минус, пожалуй, это то, что со всем этим не очень удобно играть на коленках В целом девайс неплохой, особенно хорошо он подойдет тем, у кого консоль подключена к монитору Ну а глядя на цену всего в 2500, можно призадуматься, покупать DualShock 3 или все же рискнуть и взять FragFX Для тех, кто сомневается, прямо сейчас мы проведем смертельный поединок стандартного DualShock против манипулятора FragFX В одной руке обычный геймпад, в другой – вот этот мега-девайс Проверим, что же круче А, да, естественно, полотерка, давай сюда, иди, давай, ты, менеджер по клинингу Значит так, брось каку, брось, брось А вот это держи, это в правую руку, это в левую Садись, будешь сражаться со мной Самим Брэдом Питом Я боюсь Не бойся, я с тобой Что делать? Драться Ну что, гаджет, давай мочить козлов Давай Ты видел когда-нибудь моченых козлов? Нет, Брэд Пит, возможно, сейчас увижу Сейчас Откройте дверь Ой, кто стреляет? Моченые козлы? Нет, не моченые Брэд Пит, где вы? А, меня убивают, Брэд! Это бред Брэд Пит, Брэд Пит, где ты? Я тот Я даю жару Брэд Пит, я иду к тебе на помощь Я не могу вас найти, Брэд Брат, держи оборону Назад, назад, кстати, назад В укрытие В укрытие! Так вот, понадеешься на уборщика Что делать, что делать? Оружие не меняться! Ах ты! Так, 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 началось! Голос, давай, 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 прикрой меня! Ну, ну смотри, пруд же, гады! Ну, давай, 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 давай! Голос! 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 А, голос? Ну-ка дай сюда! Вот теперь твое оружие! Против пыли и грязи! Быстро! Здесь все, чтобы подравилось! С меня пылинки стирай! Понял? Давай, давай! Вот здесь вот пылинки! И с меня сотри парочку! Да, да, вот так! Молодец! Я вздумал мне тут! С вами был инспектор гаджет! И помните! Я докопался до правды! Чмоки! Так, гений! Лучший мой! Да, да, да! Три! Лучше три! Мой! И уши мой! И руки перед едой! Придевай! Спасибо за внимание! До列! Спасибо за внимание! Продолжение следует... До встречи!